И так, друзья мои, прежде чем написать свой сценарий жизни, определить свою судьбу, нам нужно заняться своим внутренним миром. Потому что мы в основном-то и живем в этом внутреннем своем мире. И про внутренний мир у меня будет ряд роликов, которые будут говорить, что представляет собой внутренний мир, из чего складывается ваш внутренний мир. И этот внутренний мир – та часть, в которой мы с вами живем. Поэтому посмотрите ролики на свой внутренний мир. И когда мы будем разбирать дальнейший сценарий вашей собственной жизни, и мы будем прописывать этот сценарий, я буду давать даже алгоритмы прописания этого сценария жизни, где будут важны это и стартовые условия. Обязательно поговорим и про стартовые условия. И про это будут ролики, даже не один, посвящены про стартовые условия. Но важно еще вот в этом экологичном внутреннем мире – это как вы прописываете легенду собственной жизни, как вы оцениваете, как вы прожили предыдущий отрезок жизни, как вы оцениваете ваши поступки. Часто вы оцениваете поступки, как будто это какие-то ваши трагические вещи, где возрастают комплексы. Поэтому про легенду жизни очень много придется нам с вами работать. И из этого будет складываться наш внутренний мир, где важна прежде всего эта экология восприятия. Сенсорного восприятия, восприятия со своими установками. Часто ваши установки катастрофические. Все было плохо, сейчас отвратительно, а будет вообще плохо. И вот исходя из того, что этот внутренний мир складывается из отдельных частей, частей той жизни, которую вы прожили и как вы ее рассматривали. Нам важно будет заняться ассоциациями тех прекрасных вещей, которые происходили у вас, чтобы вы в легенде своей, чтобы вы ощущали за собой успех. А для этого нам придется писать афоризмы. Вот это культурный код нашей истории. Истории не только личной истории, но и истории цивилизации. Возьмем на вооружение аффирмации, которые воздействуют на наш гипоталамус и на вот эти автономные нервные системы. Но самое главное, аффирмации мотивируют человека к поступкам. Они, вторгаясь во внутренний мир, вырывают, как буря, как ураган, эти бабы, которые заселились у вас. И тогда мы с вами, опираясь на культурный слой, где есть и притчи и так далее, культура нашей цивилизации, мы сможем начать писать тот сценарий жизни, где вы являетесь заглавным героем. И вы, прежде всего, начнете уже любить себя. И это будет тоже отдельное занятие. Так что вы смотрите вот этот ряд роликов, а этот ряд роликов там десятка, три, четыре, которые помогут вам, помогут вам создать вот тот собственный сценарий жизни, где вы являетесь заглавным героем. Пьеса, написанная мною, да, называется Юрий Николаевич Левченко «Жизнь и бытие». И я ее писал, и я вас научу, как это делать. Так что, друзья мои, мы обречены работать над своим внутренним миром, над его экологией, прописывать многие вещи, которые так важны для восприятия этой реальности. Подписывайтесь на канал, обращайтесь ко мне по скайпу, пишите на почту, вообще приезжайте в Сочи, нам есть о чем поговорить. Потому что жизнь-то у человека одна, ее нужно прожить так. Я не буду повторять слова Островского, я буду говорить мои собственные слова. Прожить радостно, с преодолениями, с некоторыми творческими успехами, а может быть и где-то творить и вытворять. Чтобы мы могли, оглянувшись назад, сказать, а ты молодец, Юрий Николаевич, это я себе говорю, а вы себе так должны сказать. Так что, друзья мои, мы на связи.